Судя по итогам двух прошедших месяцев работы подразделения, инспекторам удалось добиться снижения ДТП. Правда, в числе главных проблем по-прежнему остается детский травматизм. Инспекторы советуют проводить с детьми беседы и разъяснять им хотя бы основы знаний правил дорожного движения. Зоной рисков для пешеходов, в том числе детей, стал микрорайон Дубки. Район новый, густонаселенный и пока еще не оборудованный пешеходными переходами. Камеры наблюдения только за январь этого года зафиксировали 15 тысяч нарушений скоростного режима. Но, несмотря на это, ДТП с участием двух или более машин все же уменьшается. Очаг аварийности сдвинулся за пределы 60-го километра Минского шоссе. Аварийность удалилась у нас на дальние участки, где нет у нас отбойного бруса, колеса отбойного, которые стоят. Ну и, соответственно, там происходит в основном столкновение. Это выезд на встречную полосу движения. По тем или иным факторам, которые водитель не соблюдает право дорожного движения. С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации. Они касаются правил пассажирских перевозок. В ходе открытой приемной инспекторы пообщались с водителями автобусов и разъяснили им новые требования. Вы знаете, что сейчас за 4 февраля вступило в постановление правительства Российской Федерации номер 87 о том, что водители, которые стоят в междугородной перевозке, эти транспортные средства должны быть оборудованы временем безопасности. Ну, нам доводили. Доводили? Да, технический директор доводил. Но сейчас это требование выполняется у вас? Ну, пока не на всех. У нас еще нет. У нас еще нет, да? То есть какие-то автобусы оборудуются. Что касается самой автодороги М1, то уже сейчас идет ее реконструкция и развитие. На данный момент с 33 по 64 километры. В дальнейшем трассу облагородят вплоть до 84 километра. Эта дорога будет с четырьмя полосами в каждом направлении, всего 8 полос. С современными транспортными развязками, с пешеходными переходами надземными, освещенная. Минимум примыканий, минимум всевозможных ситуаций, которые бы позволяли свершению ДТП. То есть дорога будет полноценная, первой Б категории. Сейчас развязок, это Одинцовская развязка. Далее ближайшая развязка, но это даже не в Московской области. То есть катастрофически у нас не хватает путепроводов и транспортных развязок. Вот сейчас на участках реконструкции, на километрах, которые я уже говорил ранее, будет семь транспортных развязок разной конструкции. Они позволят двигаться пользователям без остановки, безопасно. Строительство развязок планируют завершить к 2012 году. Работы идут в соответствии с графиком. Развязки увеличат пропускную способность в 3-4 раза. Сейчас максимальный скоростной режим 90 км в час. На участке реконструкции 50 км в час. После окончания строительства он увеличится до 120 км в час. Георгий Алушев, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцовая». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова